приветствую всех на своем канале в сегодняшнем видео я вам хочу показать как связать вот такие вот маленькие декоративные красивые бабочки которыми можно украсить все что угодно от детского платьица кофточки шапочки в общем до различных так сказать аппликаций в общем очень красивая бабочка для декорирования ваших изделий вяжется она довольно таки легко быстро вам понадобится крючок ножнички и ниточка желательно ниточку берите чем тоньше тем получится красивее нежнее ваша бабочка соответственно под нее и размер так сказать крючка берем ниточку и делаем кольцо амигуруми теперь закрепляем его воздушной петелькой и делаем один столбик без накида кольцо для того чтобы закрепить его и чтобы у нас так сказать она не распустилась по ходу вязания так как все столбики которые мы будем провязывать будем провязывать кольцо и так сделали столбик без накида теперь делаем 8 воздушных петель и 1 2 3 4 5 6 7 8 отчитываем от крючка третью петельку и делаем в нее столбик без накида таким образом мы с вами сделали пико 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 это так сказать заостренный кончик крылышко теперь мы делаем 3 накида 1 2 3 и провязываем один столбик с тремя накидами кольцо амигуруми 1 2 3 и довязываем столбик с тремя накидами теперь снова делаем 3 накида 1 2 3 и делаем кольцо столбик с тремя накидами 1 2 3 и довязываем столбик мы провязали два столбика с тремя накидами теперь мы провяжем два столбика с двумя накидами делаем два накида В кольцо провязываем один столбик с двумя накидами, довязываем. И теперь снова делаем два накида в кольцо и провязываем второй столбик с двумя накидами. Теперь мы провяжем один столбик с накидом, обычный столбик. И провяжем один полустолбик с накидом, все в то же кольцо. То есть захватываем ниточку, как бы делать столбик с накидом, в кольцо ныряем, захватываем ниточку и сквозь три петелечки продеваем ниточку, провязываем. Подтяните немножечко, если у вас крылышки, так сказать, раскрыты, то подтяните. Довязываем в кольцо столбик без накида. Таким образом мы связали с вами одну верхнюю часть красивенького крылышка. Теперь мы плавно переходим к первой части нижнего крылышка. Что мы делаем? Две воздушные петельки 1, 2 и все в то же колечко провязываем один столбик с накидом. Делаем накид и провязываем обычный столбик с накидом. Теперь нам нужно провязать два столбика с двумя накидами. Делаем два накида и провязываем первый столбик. И снова два накида, второй столбик. 1, 2 и завершаем столбик. Провязали два столбика и теперь делаем один столбик обычный с накидом. Делаем накид и провязываем в колечко один столбик с накидом. Делаем две воздушные петельки 1, 2 и в колечко делаем столбик без накида. Мы с вами завершили второе крылышко. Третье крылышко вяжется идентично второму, потому что это второе, так сказать, наше нижнее крылышко. Как мы его делаем? Снова делаем две воздушные петельки и провязываем в колечко один столбик с одним накидом. Теперь нам нужно провязать два столбика с двумя накидами. Делаем два накида на крючок и провязываем в колечко первый столбик. И снова делаем два накида, сюда же провязываем второй столбик. Теперь делаем обычный столбик с одним накидом. Делаем две воздушные петельки, как и в начале. И довязываем столбик без накида. Мы завершили третье крылышко и переходим к четвертому большому. Мы делаем один полустолбик, то есть накид, колечко, захватываем ниточку и сквозь три пропускаем одну, так сказать, ниточку, петельку. Будем вязать в зеркальном отображении, то есть как мы с вами заканчивали, так мы здесь и будем начинать. Начали мы с полустолбика, теперь делаем один столбик с накидом. Теперь мы провяжем два столбика с двумя накидами, то есть делаем на крючок два накида, первый столбик провязываем. И два накида делаем, второй столбик провязываем. Как вы видите, я вам говорила, что все будем вязать в кольцо, мы так и вяжем все в колечко. И провяжем теперь два столбика с тремя накидами, делаем три накида, провязываем первый столбик, захватываем один, два, провязываем три и завершаем наш столбик. И снова три накида и в колечко провязываем один столбик с тремя накидами. И довязываем столбик. Довязали с тремя накидами 2 столбика. Теперь делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И точно так же, как здесь мы делали в начале пико, мы делаем его здесь после 2 столбиков с тремя накидами. То есть мы сделали 3 воздушные петельки и в третью петлю от крючка делаем 1 столбик без накида. То есть то же самое пико, что и в начале. И нам осталось довязать 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И завершить колечко столбик без накида. То есть завершить четвертое крылышко. Что мы делаем? Делаем 1 воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Берем нашу ниточку основания, где делали кольцо амигуруми и стягиваем наше колечко. Стягиваем не слишком тугенько, но и чтобы оно, так сказать, не было слишком свободно. Вытягиваем очень аккуратненько его для того, чтобы не порвалась ниточка. И расправляем красивенько наши крылышки. Ниточку, которую вытянули, обрезаем. Нам основная ниточка больше не нужна. А вот эти ниточки мы с вами сейчас закрепим. Нам осталось сделать усики. Ту ниточку, которая у вас была с воздушной петелькой, мы вот так вот назад опускаем и продеваем сквозь колечко вперед. Вот, смотрите, в колечко. А та ниточка, которая у нас с кольцами амигуруми, наоборот, продеваем ее в нашу дырочку кольца, спереди, назад. Таким образом мы поменяли их место расположения, так сказать, наоборот сделали. Что мы делаем теперь? Мы немножечко их подтягиваем в разные стороны и наверх поднимаем. Завязываем, так сказать, полуузелочек. Завязали полуузелочек, расправьте, поправьте, чтобы сильно у вас не было затянуто. И теперь узелочек делаем до конца. Но обратите внимание, чтобы не завязали узелочек на спинке, а именно сверху. Один не тугой полуузелочек и уже узелочек довязываем до конца. Довязали узелочек, поправляем наши крылышки, поправляем бабочку нашу. И теперь крылышки, так сказать, расправив, между ними располагаем наши две ниточки и обрезаем нужной длины. Мне достаточно усиков вот такой длины. Если же вы не хотите, чтобы у вас, так сказать, была слишком большая дырочка, то есть хотите, чтобы более такая бабочка получилась без, так сказать, дырочки, стягивайте ее больше. Я, честно говоря, люблю, чтобы здесь была небольшая дырочка, тогда бабочка такая не слишком стянутая и довольно-таки получается красивенькая. Для того, чтобы крылышки не сгинались, я вам советую, так сказать, под утюжком подпарить немножечко, через какой-то материальчик, либо марлечку, в общем, отпарить. Чтобы у вас стояли, так сказать, ваши усики, я услышала такой недавно совет в интернете интересный, чтобы они стояли, либо их намочить, так сказать, и дать им высохнуть в ровном положении, либо гораздо проще просто клеем ПВА, немножечко их вот так вот, просто ручками вот как бы поднамазать, и они тогда застывают, получаются довольно-таки стоячие и красивенькие. Теперь же можно эту бабочку украсить бусинкой, либо бисеринками. Я, например, беру маленькие такие цветочки, в тон, так сказать, ниточки, и их посерединке пришиваю несколькими стежками. Мне такой, скажем так, вариант нравится. Посмотрите, получаются вот такие замечательные серединки, и они довольно-таки получаются очень, так сказать, красивенькие, и благодаря вот этим вот бусинкам в серединке, имеет такой немножечко блестящий вид. В общем, они довольно-таки красивенькие получаются. Такими бабочками, как вы видите, можно украсить все, что угодно, а еще в дополнении с каким-либо цветочком получается очень гармонично, красиво. Бабочки можно вязать разными цветами, то есть вы можете каждое крылышко вязать разным цветом, либо верхние крылышки вязать одним цветом, нижние другим. В общем, как подскажет вам ваша фантазия. Я надеюсь, что вам мое видео сегодняшнее понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!